Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству известного северного писателя Ивана Полуянова. Иван Дмитриевич родился в 1926 году в Вологодской области. Был участником Великой Отечественной войны, после работал в Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова. В 1955 году выходит первая книга автора «Сборник рассказов на лесном кордоне». За годы своего творчества Иван Полуянов написал более 30 книг-прозы. К одному из произведений писателя мы сейчас обратимся. Это рассказ под названием «Проводница» с подзаголовком «Быль». В центре сюжета случай, который произошел с главным героем во время Великой Отечественной войны. Итак, Иван Полуянов «Проводница» «Быль». За темным окном ночь, звезды и озеро. Затяжные дожди залили берега. Вперед ветхой избы на два венца в воде. При накате волн раздаются тяжкие вздохи. Ах, ах! Мы с охотоведом Борисом Тимофеевичем сумерничаем, толкуем о повадках зверей и птиц, о том, какую службу может сослужить лесная грамота. Я к месту вспомнил, как выдушливый зной, питавшие над березами стрекозы кора мысла, подсказали мне о близости воды. В другой раз истошный треск гроздов этих недреманных часовых летнего леса подвел к лиси норе, где я вдоволь налюбовался на забавы лисят. Зашла речь о лисицах, привал меня Борис Тимофеевич, и я о них кое-что расскажу. Один частный случай, и вы, предупреждая, не делайте из него обобщения. Он не спеша набил трубку табаком. Огонек спички выхватил из темноты волевое с крупными резкими чертами лицо. Борис Тимофеевич пустил клуб дыма, спичка погасла, и он начал. Лисица, доложу вам, зверек смышленый. Она приспособляется к различным, зачастую противоположным условиям обитания. Отлично уживается как в северных чащах, так и среди степей Украины, при тундровой зоне и в горах Кавказа. Она может пользоваться тем опытом, который приобретает в борьбе за существование. Да-да, отмахнулся охотовед от моих возражений, в крайность нельзя впадать. Лиса в природе не то, что Кума Патрикеевна из бабушкиных сказок. И все же, кто откажет ей в сообразительности и смекалке? Так было и на фронте. Лисы не боялись охотиться на мышей у переднего края обороны, на перепаханных снарядами полях. При этом меньше страдали от шильных обстрелов артиллерии, чем, допустим, зайцы. Косой, попав под огонь, носился как угорелый, надеясь на одни ноги. Лисица, напротив, старалась ползком добраться до укрытия, скажем, до воронки от снаряда, залегала в снег. Ну, будто заранее прошла боевую подготовку. А одна многоопытная лиса-фронтовичка при сложных обстоятельствах помогла нашей роте выполнить боевую задачу. Увлеклись, Борис Тимофеевич? Мое замечание не тронуло охотоведа. Вы бы прежде дослушали до конца, предложил он миролюбиво. Я тогда доложу вам, был в должности командира роты. Известие, что фашисты замышляют внезапную атаку, застало меня в штабе батальона, куда я был вызван по другим делам. Однако разведчики не могли сообщить часа, когда немцы пойдут наступление. Наверенная мне рота была минометной. При отражении атаки на нас сложилась особая ответственность. Немцы сосредоточили резервы в глубокой лощине. И, пожалуй, кроме минометов, их ничем достать и рассеять было бы невозможно. Согласны вы, что мне каждая минута была дорога? Ну да, я смешался. Рассказывайте, это интересно. Занималось утро, предложил Борис Тимофеевич. Возле сарая повар в засальном переднике поверх полушубка хлопотал у походной кухни. Солдаты, сидя на термосах, ожидали завтрак, чтобы отнести его в окопы. В Осиновом перелески танкисты разогревали моторы своих машин. Мила к тому же поземка. Было серо и скучно. По утрам артиллерия немцев вела обстрел нашей обороны. В одно и то же время хоть часы проверяли. На этот раз они не изменили привычки. Снаряды ложились на дорогу плотно. Что, если это начало артиллерийской подготовки атаки? Короткими перебежками я попытался продвинуться вперед. Домик без крыши, занимаемый связистами, внезапно поднялся вверх и развалился на куски. Значит, немцы ведут обстрел тяжелыми орудиями. Белым огнем вспыхнула рядом земля. Горячей душной волной взрыва меня швырнуло в кювет. Комья мерзла земли, забарабанили по каске. Что делать? Добираться до своих в обход крюк километров полтора. Время ниже у меня, тем более в обрез. Связь же передовой со штабом наверняка нарушена. Можно бы напрямик по полю, да поле заминировано. Мины. Одно слово на доске, прибитый наспех колу. Страшное слово. Попыхах заскочи на поле, разорвет в клочья. Мина штучка серьезных, в ней смертей на десятерых хваст. И как назло, снаряды на поле не падают, но сунься-ка туда. Я пополз по-пластунски. От одной воронки в другой. Они были теплые, из них не выветрило отравленный злованный воздух. Перед очередной перебежкой я приподнял голову и увидел на поле лисьи следы. Чем-то бесконечно мирным, родным повеяло от этих синих многоточий. И не сразу я сообразил. Зверек протрусил среди мин и жив. Да как же так? Я не удержала склицания. Борис Тимофеевич попыхивал трубкой. Вам не доводилось ставить капканы на лисиц? Спросил он. Только на зайцев. Заяц что? У него нет такого чутья. Перед ловлей же лисиц, особенно волков, капканы выпаривают в золе, натирают хвои или полынью, притушают запах железа. Догадываюсь, к чему вы клонитесь, сказал я. Ладно. Борис Тимофеевич не дал мне договорить. О том, что на разминировании полей даже городов и сел в саперных частях употребляли обученных собак, вам по крайней мере известно? Ну так вот, лисица из-под снега чуяла пугающий запах ржавого железа, тола и обходила опасные места. Нос, нос служил я миноискателем. Точно в срок ударили залпы нашей батареи. Я успел. Ну и все. Он черпнул спичкой, зажег свечу. Седина на висках Бориса Тимофеевича заблестела матовым серебром. А лиси следы были свежие? Вдруг спросил я. Не очень. И поземка мила. Пришел я тогда к своим весь в снегу. Этот снежок, указал охотовед на виски, так потом и не растаял. Хотите верьте, хотите нет, но до сих пор я помню каждый свой шаг по минному полю. И лиси след, по которому я прошел, так и стоит передо мной. Впрочем, это к нашему разговору не относится. Вот такой интересный рассказ Ивана Полуянова мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть и другие произведения этого северного писателя. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!